Не знаю, я вот все это время между нашим предыдущим разговором и этим раздумывал, что бы я такое хотел, включить в этот вот контракт. Вот. Мне, например, пришла такая мысль, что давай договоримся, дорогая, что мы не будем ничего плавать в долг, никаких денег никогда, и не будем давать в долг. А если хочешь кому-то дать, ну и мы захотим, да, то тогда давай мы будем это дарить. Ну, если есть возможность. А в долг не давать. И не брать. Вот такой мне пришел пункт. Я бы на нем наставил. Почему? А понимаете, у меня такой опыт был, но мы же как, мы же учимся на своих ошибках, да? На чужих, меня не убедить, что на чужих ошибках кто-то может учиться. Сколько бы люди не говорили, что они могут, я не поверю, все равно. Вот. У меня был такой опыт, что много лет мы жили с женой, и у нас всегда был долг в размере примерно 4-5 моих зарплат. Зарплата у меня была выше среднего. И он был постоянно, из месяца в месяц, из года в год. Он не прибавлялся, не убавлялся. То есть мы жили, как бы вот, ну, долг все время был. И он психологически очень плохо на меня действовал. Конечно. Я объяснял ей словами, что, понимаешь, какая штука, ну, это же одна и та же сумма. Давай мы это немножко поэкономим, отдадим его, и будем опять жить в таком же режиме. Но это никогда не получалось. Меня это очень угнетало. И, наверное, чтобы этого не было, я и хочу такой пункт включить. Но я бы с вами хотел, чтобы вы мне помогли в поиске пунктов именно про творчество, поскольку у нас семейное творчество. Помогайте, пожалуйста, Лидия. Да. Но я, видите, я как бы такой человек, как сказать, глубинный. Поэтому мне нужно, прежде всего, было бы договориться в брачном контракте как раз вот по пунктам того вообще, куда ты смотришь. Вот. И как бы понять, очертить границы, несмотря на то, что это союз, все равно должны быть личные границы. Вот вы говорите, давай мы не будем. Если мы будем жить только на вашу зарплату, то тогда давай не будем. А если мы будем жить на зарплату и одного человека, и другого человека, то поступай, как знаешь. Хочешь, давай в долг. Хочешь, не давай. Это как бы твое личное дело. Вот здесь вот мне кажется, что нужно сначала вообще договориться о личных границах, а потом уже по деталям. Все детали, они жизнь все время будет предлагать. Все новые и новые детали, какие-то аспекты жизни, какой-то опыт. Но мне кажется, что сначала нужно вообще договориться. Вот. Насколько большие границы у каждого из нас? Если мы вдвоем, то вот какие границы у тебя, какие границы у меня? Вот подождите, вот. Я уже несколько раз сейчас услышал слово про границы. И я инженер, так сказать, сервяжный человек, который говорит, как это делать, что это такое. Объясните. Ну вот границы – это когда... Да, вот когда мы... У нас есть уважение к личному пространству, своему и другого человека. Несмотря на то, что люди вместе, каждый человек пришел сюда для своего собственного пути. Дух проходит в физическом теле. Поэтому нам нужно сразу понять вот ценность этой жизни. Не то, что этот человек пришел дополнить мою жизнь, и теперь все, он приклеился, и все. Вот. А что этот человек выбрал прожить вот свою жизнь со мной? И в этом вот большая самоценность. И все, с чем этот человек пришел, со всей его историей жизни, историей его души, его опытом, его детством, со всеми его кругом знакомых и родственников, вот это все пришло в мою жизнь. Ну да, это все понятно, я согласен, да, конечно. И у этого человека есть право на то, чтобы распоряжаться вот всем этим, независимо от меня, независимо от того, буду ли я вовлечена в это или нет. Вот на все, на это, у этого человека есть свое право. То есть, если он хочет меня пригласить туда с удовольствием, если он хочет побыть наедине там со своими друзьями, то у этого человека есть такое право, потому что очень часто, я вижу, в парах возникает конфликт, когда люди, там, например, мальчишник какой-то собирается, да, мужчины собираются, и у них такая традиция собираться только вот своим мальчишеским кругом. То же самое есть и у девичников. Вот. И вдруг человек, который приходит в нашу жизнь, наш любимый, вдруг начинает командовать той частью жизни, которая имеет очень большую ценность для меня или для другого человека. И вдруг они начинают внедряться и начинать, значит, там, расставлять все по другим местам. Почему? Да, я против такого расставления, но, сейчас смотрите, я говорю, знаете что, у меня тоже из моего же опыта, уже личного, я мог бы сослаться на чей-то опыта, но я сейчас на свой. Значит, я так думаю, что причиной нашего расставания с моей бывшей женой является ее подружба. Она не из старой жизни, она с ней не пришла к нам, так сказать, в наш семейный совет. Она ее здесь где-то нашла и, значит, ну, стала так как-то, она к нам в семью стала приходить, там, какую-то помощь оказывать, нам мы ей там и так далее. А мне она с самого начала не понравилась. И дальнейшее ее влияние на мою жену, оно вот вело туда, к разводу. Вот, значит, могу другой пример привести, что, ну, там, другая моя жена там советовала со своими подругами о том или о другом, что ей вот в отношении со мной делать. Они ей давали какие-то советы. Есть такая присказка, ну, поговорка злейшие враги проферанца шум, скатерть и жена. Так вот, злейшие враги, перефразируя это на семейный союз, может быть, злейшие враги семьи, подруги. и друзья тоже одинаковые. Они дают советы безответственные. Здесь такой фильм «Секс в большом городе». Замечательно играет, сюжет мне там не очень нравится, вот, но там она все время со своими подружками советуется про то или про другое. И непрерывно подружки дают советы. главная черта этих советов безответственность. Они их кидают, откуда они их берут, неважно, важно, что они их кидают, ни за что не отвечают. А человек начинает так делать, у него все там перекашивается, да? И что с этим делать, с этим пространством личным? Ну как? Я вам скажу. Знаете, когда мы создаем семейный союз, нам нужно понять вообще, что это за человек, с которым мы его создаем. Если это незрелый человек и нуждается в советах подружек, исследует им, это говорит, что вы женились или вышли замуж за ребенка, за незрелую личность. Минуточку. И опять технологические вопросы. У меня все время вопрос как? Как только я это слушаю, говорю, как это сделать? Как сделать что? Как выяснить, что вот возможный партнер незрелый человек? Это как выяснить? А вот как раз и посмотрите, если этот человек все время бегает у кого-то, спрашивает совет, вы так вот адекватно посмотрите на этого человека, что из себя эта личность представляет. Вы знаете, у нас очень много сейчас девочек и мальчиков, которым уже за 50, а психологически совершенно незрелые люди. И поэтому вы должны адекватно оценить вообще спутник это или это еще один ребенок у меня на шее. Кто этот человек? То есть не стоит приличаться какими-то там телесными достоинствами только или там какими-то талантами, а вы вообще оцените, что за личность перед вами. И если вы сами зрелый человек, то у вас уже у самого есть критерии личности. Вы посмотрите, вообще этот человек просто приклеится ко мне как пиявка и будет всю дорогу на мне висеть или будет как ребенок бегать все время к подружкам и спрашивать и докладывать, что в семье творится. Это вообще неуважение к семье. У семьи это очень сакральная ячейка и никакие подружки и друзья. подружки и друзья это про другое. Если хочется что-то про мужа узнать или про жену, надо идти к психологу, к квалифицированному человеку. А если этот человек бегает по подружкам, то это говорит просто о том, что человек совершенно незрелый. Ну вот про психологов я бы сказал пару очень негативных слов, но не буду. Не буду, не буду. Значит, не уговаривайте. Нет, я буду к тому, что есть квалифицированные психологи. Может быть, вы там, я не знаю, не повезло. Не в этом дело. Дело не в этом. Я бы сейчас туда специально не сворачивал. Я бы сказал так. Я бы ваше предложение, что в том-то случае, когда хочешь узнать о ситуации в семье, о своем партнере или что-то в этом роде, нужно идти к психологу. Это ваши слова. Квалифицированного психолога. Не об этом человеке, не о партнере узнать, а как с этим быть, потому что отвлекаются, бегают куда-то на стороне, спрашивают совет. Я маленькую деталь внесу, она меняет акцент. Нужно идти к психологу, а нужно идти учиться на психолога. подружку. это трудно, знаете, это такой слишком объемный, что ли, подход. А вот прийти и сказать, слушайте, у меня не клеятся отношения с моим мужем. Ладно, тогда пойдем туда, куда я не хотел идти. А не идти к подружке, у которой самой жизни не устроено, и просить неквалифицированный совет. Это же неквалифицированность. Как правило, все подружки сами в проблемах. И чего перемалывать? О чем говорить? Не, не, не. Мне я почему не хотел в ту сторону идти, потому что здесь тогда мы неизбежно в смысле обсуждать поход к психологу я не хотел. Но я задам вам все-таки один вопрос, что психолог он за свои там выводы или анализы или какие-то советы он ответственность несет? Обязательно. И настоящий психолог, профессионал, он всегда будет поворачивать тему разговора в сторону того, что это ты не умеешь выстраивать отношения со своим партнером. Давай с тобой мы поработаем, чтобы ты научилась или чтобы ты научился, почему у тебя не складываются отношения. Давай разбирать. Давай разбирать, какая у тебя модель отношений была в семье с матерью, с отцом. Давай разбирать, какие у тебя выводы сделаны, какой у тебя был травматичный опыт в детстве. Настоящий психолог никогда не будет говорить о третьем лице что-то. Настоящий психолог, профессионал, я имею в виду, всегда будет с этим человеком, который пришел за помощью, разбирать его проблемы, почему у тебя не клеится, а не обсуждать, что там муж такой-сякой или жена такая-сякая. Понимаете? Психолог никогда себе не позволит сплетничать и осуждать, потому что смысл психологической помощи это помочь тому человеку, который приходит с запросом. Вот без запроса психолог не работает, только там какая-то критическая, кризисная психология. А так приходит человек, у него есть запрос, а запрос какой? Вот, вы знаете, у меня муж там, например, обижает меня, да, и как бы женщина, например, приходит и говорит, там, жалуется на мужа, а психолог настоящий должен развернуть это таким образом, чтобы спросить, а что вы при этом чувствуете? Она скажет, например, а я чувствую себя вот жертвой такой. И начнется дальше вопрос на тему, что вас делает жертвой, что создало эту позицию, что ваш муж, вашему мужу приходится обижать вас. Потому что внутри сидит эта жертва и она вызывает, но обидит меня. Она этого просит, понятно, да. Вот, то есть я имею в виду вот это, то есть настоящий психолог квалифицированный, он всегда поможет запрашивающему человеку, запрашивающему клиенту, всегда развернет его вот в эту сторону. Как тебе нужно увидеть эту ситуацию? Как извлечь свой собственный потенциал? Как излечить травмы, которые тебя привели? А, я понял. Я понял. У меня появился пункт в наш контракт. Значит, мы договариваемся, напишем это на бумажке и соглашаемся оба с тем, что если какие-то вот трудности возникают, один из нас чувствует эти трудности, то он вправе пойти сам к психологу, а также пригласить партнера с собой и тот должен согласиться. Замечательно. Вот это вот замечательно. Если мы хотим, чтобы наша семья работала, чтобы отношения работали. Знаете, есть такое, мой учитель, он всегда приводит очень яркие иллюстративные примеры, и он говорит, что когда прежде чем два камня отшлифуются друг с другом, искры летят. Вот отношения, они такие, что пока мы вот как бы как следует подойдем друг к другу, мы шлифуем друг друга, летят искры. Вот здесь главное не расстаться, потому что это чудесное время каждый может использовать для своего собственного роста психологического, не уходить в обиду, потому что вот эта вот привычка уходить в обиду, это детские привычки. Вот, или там, например, вот эта фраза чуть что, ну не нравится, давай разведемся, знаете, это вот побег такой, это трусость. Вот, а если так, то зачем вообще нужно было жениться или замуж выходить? То есть это незрелый подход. Но если мы два зрелых человека уже подошли к этому желанию объединить нашу совместную жизнь, наши пути, да, поддерживая друг друга, и отражая друг друга, естественно, то нам нужно действительно договориться на берегу, как вы говорите, о том, что у нас, да, будут эти терки, нужно сразу понять. Это инфантильно думать, что как только мы поженились, все сразу преобразится, заиграет музыка, да, некоторые думают. Будет играть все время, да? Да. Вот, нужно сразу понимать взрослому человеку, что вот тут-то все как раз и начинается. То есть вот тут начинаются терки, искры, мы подходим очень близко друг к другу, и мы начинаем видеть не только вот это все красиво, преображенное, да, накрашенное такое, а когда косметика слетает с отношений, то слетает, да, где-то зуб треснул, где-то морщинки, где-то что-то там такое, и то, и все, с идеалом не совпадает. И вот как с этим взаимодействовать? То есть нужно понять, что мы приходим вот сюда, в отношения именно для этого. И тогда действительно я всячески вас поддерживаю. Нужно написать, что мы не побежим ни к подружкам, ни к мамам, ни к папам, а мы пойдем, как бы, сохраняя семью, потому что это ценно, мы найдем профессиональную помощь, и мы согласны работать над тем, что мы любим друг друга. Вы мне напомнили сериальчик, который я просто с наслаждением и азартом смотрел, называется «Мачеха». Значит, есть сериал, есть сериал там какой-то бразильский, тоже так же называется. Это не он. А есть российский сериал «Мачеха». Там сюжет такой, что в семье есть подросток-девочка, и жена попадает в аварию и погибает. Муж остается один с этой подросткой, значит, маленькая. Ну, там ей уже лет 13, вот так вот. А у них, у Сибии, есть подруга его жены бывшей, значит, вот умершей, значит, подруга. И они там тесно все время общались, она не замужем, и естественным образом она становится его женой. Мирно, спокойно, без всяких там тайн, официально, все вот. И что начинает вытворять этот ребенок вот в этой ситуации. Серия за серией. Эта девочка очень импульсивная, очень умная, очень харизматичная. Она такие узлы вяжет. Я каждый раз думаю, так, что же она в следующей серии вытворит? Ничего придумать не могу, она снова вытворяет такое, что просто дальше ехать. И так там, типа, я не помню, сколько серий, несколько десятков серий. Вот. Это великолепно совершенно. Эти бедные родители, вот папа и мама, мачеха вот эта, они там просто, ну, беспомощные щенята рядом с ней. Им, конечно, надо было бежать к психологу всем троим срочно и надолго. Обязательно, обязательно. Мы, к счастью, живем в такое время, когда психологическая служба и очень хорошие профессиональные психологи уже есть, есть школа, психотерапевтическая школа, терапия семьи, понимаете? То, который вы поднимаете, как раз, вот, извините, я договорю, вот этот вопрос, он очень важен. Вот эта терапия семьей и терапия семьи, потому что мы думаем, что нам нужен только доктор для нашего тела, но нам нужен доктор для наших отношений. Вот в этом плане психотерапевт или психолог квалифицированный, это просто вот тот специалист, который может помочь. Вот я вам могу сказать, что я в своей практике очень много, многих людей привела к разводу, но также сберегла очень много семей. Вот, потому что когда человек просыпается, он понимает, что он не с тем человеком, что там совершенно разные ценности. Значит, у меня два, два таких маленьких ответвления возникло, пока вы говорили. Значит, это первое ответвление вот про этот сериал «Мачеха», значит, про этого подростка. Я так понимаю, что дефект их брака, их вот этого союза был в том, что они в контракт не включили этого ребенка. Он у них был объект. Они там решали свои так, вот задачки, и никак она не была включена, никак не участвовала ни в каких договоренностях. И тогда начала диктовать свое. Ну, как делает это подросток подряд и без спроса и со всей силы. Вот. Да. Ну, вот это что мне пришло на ум. А что-то еще пришло на ум, пока не могу вспомнить. Сейчас. Убежала уже. Угу. Да, да, да. Вспомнил, вспомнил. Извините. Значит, про учебу. Про учебу. Значит, я все-таки буду настаивать на том, что нужно прямо вот себе назначить школу. То есть, можно идти уже, когда возникли проблемы, да? А можно пойти, когда проблем нет. Прекрасно. Вы знаете, вот как раз в настоящий момент, вот помните, я говорила, что у меня был такой курс невест, типа школа невест. Вот. И сейчас вот есть вдруг нечаянно, вот пока мы не виделись, откликнулись некоторые люди, которые заинтересовались этой идеей. То есть, это не школа невест, а школа как бы будущей семьи. Ну да. Да, есть такой подход. И вот я надеюсь, что это может помочь. То есть, люди должны созревать. Нужно понять, что это не мама и не папа. Когда мы образуем семью, мы начинаем проецировать на своего партнёра наши ожидания как от мамы или от папы или от психотерапевта, понимаете? Мы думаем, что... Или от Господа Бога. Мы думаем, что это другой человек. Это прям Господь Бог, который сейчас явился в нашу жизнь. И мы думали, с его появлением наша жизнь вообще всё сразу станет на свои места просто от его присутствия. А он паршивец такой. Никакой магии не обладает. Из него нужно коммуницировать, нужно понимать, нужно видеть. И тогда вот это вот чувство разочарования, это вообще всё из детства. А можно ли я? незрелость психологическая, она приводит ко всему этому. И очень хорошие люди, знаете, с большим потенциалом союза, они распадаются ещё до того, как они вообще это всё понимают. Они просто уходят в эти детские обиды, там застарелая боль поднимается. Поэтому всех сначала к психологу. можно? Как раз вот в эту струю я хочу добавить. Значит, смотрите, вы сказали, что у вас есть, ну, условно назовем её школа невест. Или вот подготовка к семейному союзу, да? В смысле, там же эта школа же и женихов одновременно может быть, правда? Ну, то есть вот брачующихся. Да, школа семьи, будущего. Поэтому смотрите, у меня какая идея. Я же вот занимаюсь технологией парного обучения. Я вот сегодня с человеком утром записывал разговор на эту тему, на парное обучение. И там идея очень простая. Один ученик, владея каким-то кусочком, ну, условно назовем знаний, да? Или, может быть, имеющий какой-то навык, может этим знанием или навыком делиться? Вот у меня к вам конкретный вопрос. Причем очень практический, не без всякой теории, а вот прям давайте это сделаем. Ну, если вы согласитесь, смотрите, что я хочу вам предложить. Ну, сначала обсудить, а потом и сделать. Значит, поскольку вы что-то там взаимодействуете с вашими ученицами, да? Я так понял, что у вас сейчас пока женщина там, да? В основном женщина, да. Ну, что, в основном все-таки есть мужчины, да? Ну, у меня да, были мужчины, конечно, у меня тут одно время вообще были почти одни мужчины. Которые вот учились искусству семьи, да? Нет, это относилось к другим практикам. не, я имею в виду вот это именно направление. Это сейчас женщины, да. Да, Но они иногда приводят и своих мужей тоже. Да, понятно. вот. Значит, смотрите, по их добровольному согласию мы составляем листок учета, в котором написан кто-то и чем он может поделиться. А другие люди, глядя на этот листочек, связываются с ними и говорят, слушай, вот такой-то пункт интересен, можешь ты со мной встретиться, давай мне это передай. И вот по этой технологии можно вашу вот эту учебу дальше распространять без вас уже. Но пока вы есть вот тут, вы говорите так, Маша, ты вот этой Элли передала вот это, ну я вижу в табличке учета, ты передала там учет есть, мы видим, что пункт номер два передал пункту номер шесть такой-то вот навык. Вы зовете того, кому было передано и начинаете проверять, адекватно ли было передано. Понимаете, да? И если было неадекватно, вы идете на шаг назад, то есть к предыдущему человеку и говорите, Маша, ты вот Элли передала, но там вот оно что-то вот криво. Давай, или ты будешь поправлять, как-то я тебе сейчас посоветую, что там надо поправить, или тогда я ей там поправлю. Ну, я так вот эскизно сейчас накидал, но главное, это листок учет. Ну, знаете, для меня вот такой подход немножечко утомительно слушать это, я имею в виду вот так вот подходить, у меня немножечко другой подход, у меня, я очень люблю группы, то есть я создаю поле групповое, и как бы я вот на аудиторию выкладываю это все, и они все это впитывают, а потом они разбиваются на пары, и начинают это обсуждать друг с другом в контексте их собственной жизни, и когда у них возникают какие-то вопросы, то есть они друг друга обучают через свою жизнь, они говорят, смотри, у меня вот такая история была дома, а теперь вот я думаю, как бы я могла ее развернуть по-другому, и они друг другу рассказывают, как бы вот в контексте того, чему они научились, вот тому навыку, или той позиции, которую я им предложила, как бы они могли это все переделать, и они не отчитываются передо мной, я ужасно не люблю вот эти вот экзамены, контрольные, вот не надо. Ну смотрите, я ведь нарисовал этот эскиз, исходя из моих представлений о парном взаимодействии, вот, при том, что мы сейчас живем в карантине, и сколько еще будем жить, непонятно, вот, и встречаться очень мало кто в состоянии, вот, ну и уж не говоря о том, что из разных стран все это куда-то ехать, ну да, ну вот, даже при отсутствии карантина, это дорого, и так далее, не все могут, вот, а вот если это вот то, что вы делаете, частично перенести в сферу дистанционного парного. Давайте с удовольствием, ну вот надо подумать просто как, я, знаете, в зуме сейчас провожу занятия, в зуме, да, вот, у меня есть группа, я обучаю аюрведе сейчас, и вот это свою женскую группу, они уже во многом, то есть я считаю, что любая женщина должна уметь целить, обязательно, если нет, то она вот какую-то свою ипостась не проявляет, поэтому вот сейчас мы уже подошли к тому, что многие из них и так много знают, и это, и то умеют, и сейчас мы подошли к тому, чтобы как бы впитать вот дополнительные знания, и потом вот сейчас идет процесс их постижения, переваривания, и вот потом будет практика, вот, мы можем то же самое сделать и на эту тему, вот сделаем, давайте в онлайне сделаем школу молодой семьи, или школу семейных отношений, или придумайте название, ну давайте, да, как стать мужем, или как стать женой, ну давайте, кто-нибудь веселое, потому что это, когда вот, вот это вот, как-то, когда открываешь эти старые методички, да, вот наши, прошлое, ужасно, такая скукотища, что даже замуж не хочется, просто вот, когда читаешь и думаешь, боже мой, какая скукотища, это все. Ой, кстати, значит, ладно, сейчас мы завершим это, а потом я поверну чуть-чуть, значит, смотрите, название придумается по ходу работы, вот, я так думаю, что это может быть, я-то сам, у меня забота, у меня есть школа радости. Прекрасно, все вписывается. Эта школа радости, она является, ну, как бы, функциональным подразделением экосети. Экосеть, это вот, социальная, некоторая конструкция, вот, а школа радости... Давайте, давайте подумаем, чтобы назвать это, экологические отношения в семье. Ну, да, да, вот, поскольку экосеть, это именно экология человека и социума, то, соответственно, это очень вписывается вот-вот. Да, экология семейных отношений обязательно должна подразумевать вот этот самый творческий семейный контракт. Конечно, конечно, вот, и договор на берегу. И договор на берегу, да. Вот, а теперь я бы даже попытался наш разговор завершить, но одной практической задачкой. Значит, я вынашиваю уже давно, ну, лет 30, проект, который я частично пытался разно делать, называется образовательные обои. Образовательные? Обои. Обои? Да, обои. Это то, что на стенке клеят. А, ага, ой, прекрасно, прекрасно. Вот, я думал над тем, чтобы именно с фабрикой договориться, и они там катали бы миллионы этих метров там и так далее. Я понял, что там много всяких финансовых и других проблем, и это нереально. Тогда я подумал, что, наверное, надо как-то это трансформировать мою задумку, трансформировал ее так, потом так, потом так. Сейчас у меня нашлось два партнера в Москве, муж и жена, очень такие люди интересные. Вот. И они тоже вдохновились вот это вот. И мы с ними сейчас делаем следующее. И я хочу вас попросить, чтобы вам легче было меня сейчас слушать, предложить нам в наш комплект плакатик вот на эту тему, которую мы только что обсуждали. То есть, как бы представить в каком-то очень усеченном виде какие-то элементы вот той школы, счастливой семьи в виде плаката. Что-то в него предложить. Думается так, что семья смотрит по лету наших плакатов и говорит, вот этот хочу, этот хочу, этот хочу, вот этот. Тыкает и получает это. Значит, мы сегодня обсуждали, ну мы уже не первый раз обсуждаем, сегодня тоже обсуждали, ну, как бы фирменный стиль и концепцию. Значит, и там у нас вот эта вот шутка, как это называется, парадоксальность, вот слово, почему-то оно мне тяжело дается, наверное, я не парадоксальный. Ну и там еще какие-то сейчас не буду в детали. Например, я сам увлекся, сделал космос. Можно я вам покажу? Покажите, с удовольствием, конечно. Меня я прямо просто в восторг в душе. Значит, здесь справа находится наша галактика. Ну да. Я долго искал разные картинки, где бы было показано так понятным образом, где мы находимся. Выяснилось, что вот тут есть такое ответвление, как они все вот такие спиральки имеют, вот тут какой-то хвостик. Вот где этот хвостик примыкает к спиральке, вот тут мы находимся. Дальше идет наша солнечная система, ничего тут особенного нету. Я просто красивую картинку выбрал, чтобы это было в пространстве. Вот. орбиты всех планет. Очень понравилась картинка, потому что тут мои любимые цвета. Ага. Вот. Ну я стрелец, у меня такие цвета. Вот, значит, теперь вот это вот, значит, уже схема. И самое здесь интересное для меня, что не все планеты в одной плоскости, а главное тут Суковина. Знаете, что это такое? Нет. Вот, я вам объясню, там она есть еще в одном месте, вот здесь, я ее более детально разрисовал. Значит, вот это наша земля, вот она летит вокруг солнца. это это ось, наверное, то, что она описывает, нет? Значит, смотрите, земля вращается вот вокруг этой оси. Да. А за 26 тысяч лет эта ось сама описывает круг. За сколько? За 26 тысяч лет. Это называется прецессия земной оси. Вот это явление, оно там сложное, оно физическое. Прекрасно, да, замечательно, правильно. Вот это движение вот этой оси по знакам зодиака и определяет, в какой эре находится земля. То есть она, вот эта ось наклонена в сторону вот такого знака, значит, земля в таком знаке. А из знака в знака она переходит через 2000 с чем-то лет. Понятно. Потом я здесь показал, в какую сторону земля вращается, куда она движется вокруг солнца. здесь написано по рецессии, это сутки сварога, видите? Да. Вот на этой вот картинке, я тут еще не все показал, нужно будет провести для солнца ось, вокруг которой само солнце вращается. И нужно будет показать, в какую сторону вращается, потому что планеты вращаются вот в эту сторону, луна вокруг земли вот в эту сторону, и сама луна вращается вот в эту сторону, а земля соответственно вот в эту сторону. Скорее всего солнце тоже вот так вращается, да? Да. И последнее это вот такая известная вещь, как вот все планеты. Единственное, что здесь неправильно, здесь солнце не в масштабе, потому что рядом вот с таким солнцем вот эта земля должна выглядеть как зернышко от мака. Ну да. Вот, а во столько раз она больше, потому что радиус земли примерно равен радиусу орбиты, по которой луна летает вокруг земли. Вот. Ну вот такой душевный плакатик у меня получился. Прекрасно, прекрасно. Если это будет в виде обоев, то вы еще можете к этому дополнить вот как раз вот эти вот различные созвездия в разные фазы, там, ночи, вечером, ночью, ближе к утру, и получится тогда целая вообще комната. Замечательно. Вот еще мое произведение. Ага. Вот, значит, здесь не очень много, но интересно, потому что вот, например, вот это, вот это, это вид на землю, непривычный очень нам, со стороны Северного полюса. Здесь очень много чего рассказано, например, вот эти две линии, их когда-то провел Иосиф Сталин и сказал, это все наше. А потом остальные сказали, ой, что-то тут не то. Ну, потом уже, через много лет. И вот тут экономическая зона красным отмечена. Ну, и вообще здесь очень видно хорошо, что океанчик-то очень маленький, он в масштабе, он вот от этого индийского океана составляет одну треть. Интересно. А вот посмотрите, вот он, индийский океан, видите? Ну, да. А дальше идет Антарктида. Ага. Это тоже очень непривычный ракурс, правда? Ну, я, знаете, очень занимаюсь этим направлением северного происхождения ариев и славянских племен, поэтому для меня вот это вот как раз очень привычный имидж, да. Ну, прекрасно. Теперь смотрите, вот тут слева загадочная картинка. Это что? А вот читайте, внизу написано. Карта турецкого адмирала перерейса 1500. да, да, это я знаю, да. Так вот, вот здесь вот видите, вот такая линия идет извилистая, вот. Это берег Антарктиды, показанный при отсутствии льда. А сегодня это совсем не так. Там километр толщина льда. Да. При том, что показаны горы, которые покрыты тремя километрами льда. Да. Спрашивайте. Мне это все известно. Я замечательно, что вы это поднимаете и вот прилагаете как образовательную часть. Прекрасно. Вообще вот эти через образы идет гораздо больше информации, это впитывается. Замечательная идея. Я вас очень поддерживаю. Мне очень это нравится. Ага. У меня сразу появилась картинка. Вот вы раз предложили в таком же ракурсе. У меня сразу, знаете, какая картинка возникла? Да. Двое людей, мужчина и женщина. Вот. Они стоят на дистанции и как-то немножко сердито смотрят друг на друга как бы в такой позе как бы дистанцированной, а внутренние дети тянутся друг к другу. Вот. И сделать в таком немножечко мультяшном виде вот как что происходит с нашими внутренними состояниями и со внешними состояниями. Человек ругается, на самом деле изнутри это его просьба о любви, его буквально призыв «Дайте мне хоть немного любви». Вот такие вот вещи проявить было бы очень интересно. Напомнить людям, что же на самом деле происходит. подержите это в себе, пожалуйста. Я сейчас еще одну вам покажу штуковинку маленькую, да? Вот. Значит, и тогда вот вы дальше продолжите. Значит, вот смотрите. Значит, я еще сделал таблицу Менделеева. Вот. Ой, прекрасно. Это была моя мечта в юности, чтобы у меня на стене в качестве обоев висела таблица Менделеева. А вы старую таблицу поместили? Или уже ту, которую обкарнали? Я не знаю, которую обкарнали. Значит, это так называемая длинная таблица. Это самая современная таблица. Здесь вся полнота всех знаний, в том числе атомные веса до пяти знаков после запятой и так далее, и так далее. Ну, вот я вам хочу сказать, я не знаю, вы в курсе или нет, но сам Менделеев очень долго думал об элементе эфирия, и у него в его первичной таблице этот элемент присутствовал, как первый элемент эфир. У вас его нет в таблице? Ну, я не знаю, наверное, нету. У меня есть знакомая, она сама физик, молодая женщина с двумя маленькими детьми, живет в Краснодаре, она написала теорию электрона на основе теории эфира, то есть гипотеза о том, что эфир есть. И там формулами расписано все про электрон, сегодня не существует никакой приемлемой теории электрона, вот, она ее написала. Ну, вот, я больше ничего про это не знаю, давайте вернемся к плакатам, ладно? Да, давайте. Смотрите, вот это вариант подарочного плаката, то есть, я хочу кому-то подарить серию плакатов какой-то семье впадать. Тогда мой портрет помещается во все плакаты вот здесь. Вот здесь помещаются приветственные мои слова к этой семье, которую я сам придумал. Дальше, я у семьи беру фотографии, вот эта семья, которую я собираюсь подарить, вот, они мне присылают фотографии, и я их размещаю тут какие-нибудь из того, что они прислали. Понятно, да? Чудесно. Мало того, что здесь очень подробная сама таблица Менделеева, вот, но также здесь есть еще все необходимое, что нужно человеку, изучающему глубоко химию в течение школьного курса. Вот здесь ряды активности, здесь таблица растворимости, то есть, ему больше никаких таблиц не надо, только это. Великолепно. Дальше совершенно, я хочу добавить уже сразу, прекрасный психологический ход, поместить туда фотографии этих людей, то есть, у них возникает личная вовлеченность, бессознательно, они уже лично вовлечены, это создает очень дружественное направление, внимание к этой таблице. Конечно, конечно. Вот, значит, дальше здесь вот изображен атом, и если его ядро представить как частицу величиной в один миллиметр, а на самом деле это 10 в минус пятнадцатый метр, это очень маленькая вещь, и вот этот миллиметр положить на футбольное поле на огромном стадионе, то размер атома таков, что электроны будут вот здесь. Представляете? И тогда возникает вопрос, а что между ядром и этими электронами? И тогда возможно это как раз тот самый элемент, о котором вы говорили, эфир. Ну а сегодня считается, что там ничего нет. Ну да, но у нас много всего. Вот, и вот эта совершенно уникальная таблица, вот эта со стрелочками, значит она показывает в каком порядке по мере движения по таблице Менделеева заполняются электронные оболочки. Я ее долго искал, нашел у англичан, и потом у них она вертикальная, я ее переделал в горизонтальную, и здесь показан порядок заполнения, он позволяет рассчитывать электронные оболочки, энергетические уровни, и очень большой раздел физики, и химии тоже, да? Великолепно. Вот такая творческая. Я бы даже сама такую таблицу приобрела, великолепно просто. Вот, здесь внизу будут эмблемы наших партнеров, вот тут внизу, я пока, у меня есть только три, вот, кстати, вот это моя эмблема 7 обуч, это значит семерка стилизованная под беременную женщину, у нее внутри там ребеночек маленький нарисован. Да? Не видно. Вот, но у меня есть крупный, сейчас не буду показывать. Вот, это моя табличка для универсама, это 1 плюс 1 равно радость, а это вот эмблемка нашего проекта вот про эти плакаты. Теперь про размеры плакатов. А, да, давайте про вовлеченность тогда еще чудочку. Вы очень важную тему затронули, меня очень это порадовал, то, что вы сразу это увидели, да? Я психолог, понимаете, для меня как раз вот этот аспект, вот эти отчужденные знания, изолированные вот в школе, когда рассказывают на этих скучных плакатах, это сразу создает очень большую дистанцию и дети скучно. Вот вы предложили этот великолепный ход. Значит, вот нам предложили вот такой вот про времена. Мы решили, что надписи совершенно лишние, что вот расшифровка, что в году 365 дней 365 надо стереть и оставить пустое место, чтобы туда написать. Короче, мы раскритиковали это полностью. То есть здесь нет абсолютного вовлеченности, здесь все в разжеванном готовом виде. Ну да. Понимаете, да? Да, да. Или, например, вот я еще, такой я только начал, ну там еще не доделано вот это вот. вот это. О, это мой вариант таблицы умножения. Вот. Соответственно, вот сюда мы поместим, да, у нас еще есть план, на всех этих будут еще афоризмы по теме, да, и шутки, и много чего еще. Вот, то есть надо там дорабатывать. А здесь будут вот фотографии самой из семьи, да, какие-то, маленькие, видимо, да? Ну вот, то есть вот фактор вовлеченности вот у нас главный, потому что мы оставляем пустые места, оставляем недосказанности, говорим различные шутки, понимаете? Спасибо, Лидия, что вы обратили внимание на вовлеченность. Вот. И в этом смысле я бы дал вам слово дальше развить вашу идею вашего плаката. А, да, размер плакатов. Размер плакатов может быть разным. Может быть, А4, может быть, А3, может быть, А2, ну и так далее, да, А1. А может быть вообще в виде обои целой комнаты? Вот. Меня очень вдохновил ваш космос. Я бы вообще с удовольствием, если бы у меня было свое жилье сейчас, я отсюда из Мальты собираюсь переехать, вот, то я бы вообще одну стену сделала утреннее звездное небо, другую стену ночное звездное небо, да, вот, вот то, что вы предложили на одну стену, там, на потолок еще, то есть вся комната действительно была бы космосом. Вы знаете, я очень давно, когда только появились первые фотообои, я там заинтересовался, повесили мы это, надоело через неделю. Правда? Да. Значит, это очень, у нашей, мы свои плакаты снабжаем очень современными, не портящими ни обои, ни штукатурку, ничего, креплениями, которые можно снимать и в другое место прикреплять. понимаете? То есть динамика. Мы делаем обои не только для одной комнаты, это, ну, теперь это уже не обои, да, вот, это просто плакаты, которые, вот сейчас мы для этой семьи подобрали 10 плакатов, туда входит питание, там, ну, вот эти все, значит, карта города, в котором человек живет, с видами этого города. Причем, виды должны они сами пойти и которые им нравятся сфотографировать и нам так. Понимаете, да? А мы строим вот в дизайн и вот карта России. Ну, вот это шоколаж получается, да? Карта России, карта мира, значит, космос, ну, и там еще разные плакаты, да, графики функции, там, в общем, всякие разные. Я сам рисовал графики от руки. Вот. Все школьные функции я уместил на один листик. Вот. Ну, в общем, вот, вот такой проект. И если вы нам дадите какие-то, ну, соображения, да, то, конечно, мы с удовольствием сделаем такой плакат. Да? Скажите формат, чего туда включить, отдадим дизайнеру, и дизайнер сделает. Вот. Я очень вдохновлен этим проектом. Вот. Ну, давайте. Да, это очень впечатляет, я думаю, что это может навести вот на правильное видение как бы того, как взаимодействовать, и что происходит, потому что ведь чаще всего люди автоматом движутся в том направлении, которое они получили в качестве модели в детстве или от предыдущего опыта. И такие вот вещи зрительные, они могут включить людей и развернуть совсем по-другому, в другую сторону. Ну, я бы доформулировал тогда мою к вам просьбу, что давайте сделаем сначала плакат по теме, которую мы сегодня с вами начали обсуждать, ну, в третий раз уже, по вот этому договору о счастливой семье. Давайте вот на этом сфокусируемся и попробуем вот этот превратить в плакат. Вот эту тему как-то сделать вот. Но это непросто, потому что вот то, что я увидела у вас, это уже конкретные прикладные знания, уже существующая наука, и то, что вы предложили, это просто ее как бы обыграть. А здесь это, конечно, совсем непросто. Ну, давайте попробуем, да. Ну, так тем более, дорогу оселит идущий. Хорошо. Спасибо, Лидия, вам за встречу. Удобного, спокойной ночи. Да. До свидания.